Ученица второго класса умерла от гриппа. Такая шокирующая новость потрясла 79-ю школу в понедельник утром. Здесь на карантин ушли только два класса. Ещё два планируют закрыть на этой неделе. Мы сейчас не можем сказать, что случилось, потому что в пятницу ребёнок был здоров, был на занятиях. Полностью никаких жалоб ни классному руководителю, ни в медпункт девочка не обращалась. По словам мамы восьмилетней школьницы, девочка не жаловалась на здоровье. Температуру помогли сбить врачи, но сердце остановилось внезапно. Соседи и учителя говорят, семья хорошая и благополучная. Вряд ли за ребёнком не досмотрели. У погибшей малышки осталась сестра. Для нас это вообще, я не знаю, для нашего дома это горе и трагедия. Это просто ужасно. Мы все в шоке. В Груздраве считают, пока рано говорить, отчего умерла малышка, ведь скрытия ещё не было. Но полагают, едва ли причиной стал грипп. Скорее всего, девочка скончалась от отёка лёгких. За 2016 год в Крюмроге этим недугом заболели 1300 человек. 500 из них – дети. Большинство смогли преодолеть болезнь, но за 11 месяцев от пневмонии умерло 50 человек. Исходя из тех диагнозов, которые выставлялись первой бригадой скорой помощи, я скажу, что вызов к девочке был в ночь с пятницы на субботу. К большому сожалению, по семейным обстоятельствам родители отказались от госпитализации. И чтобы не было никаких кривотолков и непониманий, есть в официальном документе скорой помощи их роспись о том, что они отказываются. Врачи предупреждают, не стоит отказываться от госпитализации. Если температура выше 39 градусов, нужно срочно вызывать врачей. Галина Гонзенко, Максим Пономарёв, Первый городской.